здравствуйте дорогие друзья с вами наталья и канал садовые фантазии середина июня на дворе я приглашаю вас на традиционную прогулку по саду в этом году у нас лето немножечко запаздывает и многие растения которые начинают цвести прям буквально в начале лета начали цвести только в середине июня запаздывают также цветением розы некоторые сорта уже начинают распускаться но все-таки основного цветения придется еще подождать зато начинают радовать яркими красками многолетники начинают цвести вернее уже цветут клематисы второй группы обрезки ну и давайте посмотрим сегодня какие же растения сейчас яркими пятнами украшают наши сады ну и в кадре мои любимейшие просто сочетание это манжетка мягкая и шалфей сорта карадона обожаю этот сорт у меня несколько сортов шалфеев сегодня покажу вам все цветущие сорта но вот это сочетание карадонные манжетки считаю просто идеальным ну и не буду уходить слишком далеко сразу покажу вам клематис второй группы обрезки сорт тешила в этом году он цветет но цветков несколько меньше чем обычно он прекрасно перезимовал цветки как всегда махровые но вот я немножечко поленилась с подвязкой и в общем по большому счету его надо отсюда пересаживать клематис очень мощный ему нужна хорошая мощная опора а этой опоры ему уже катастрофически не хватает так что друзья любуемся ну а я буду потихонечку искать ему новое место в саду чтобы он и продолжал в дальнейшем меня радовать так что его ждет пересадка кстати я совсем не заметила вот сейчас смотрела на клематис тешила оказывается меня распустилась моя любимица это роза анжела друзья цветник непрерывного цветения радует цветением пионов шалфеев потихонечку распускаются розы очень красиво смотрятся злаки и даже не распустившиеся луки цветет у меня котовник но я думаю что подробно мы с вами на этот цветник все-таки разберем отдельно потому что здесь действительно есть что показать и еще один сорт шалфея этот к сожалению уже наизусть не помню друзья но если он вас заинтересует конечно я подниму свои записи и напишу вам в комментариях название этого сорта распустились пионы пионов у меня в саду не очень много но пионы я также люблю и не только за их цветение но и еще за их очень интересную листву очень красиво они сочетаются с луками и со злаками и шалфеем и очень далеко с вами не пойдем потому что здесь совсем рядом посмотрите цветет прекрасный клематис также второй группы обрезки и называется этот сорт доктор раппл очень красивый клематис кстати вот этот клематис не очень большой по высоте в отличие от тешево поэтому здесь вот я уже обратила внимание растет на несколько лет и каждый раз ему достаточно очень невысокой опоры немножко повыше вот чем в данном случае можно сделать но все равно он не такой мощный как тешево и не так сильно нарастает покажу вам поближе цветок это только распустился а вот этот как раз вот сравнить с моей рукой этот несколько дней уже цветет сейчас другой страны еще зайдем отцвел уже боярышник тобы я в принципе очень рада что хотя бы чуть-чуть успела захватить его цветение а в кадре луки сорта леночка дмитрий во мне нашла этот сорт и написала называется сорт гора и верест ну наверное потому что такой мощный и цветущий беленькими головками ну а я вам с другой стороны уже показываю клематис доктор раппл и он очень красиво смотрится сейчас в сочетании вот с такими сера серыми листьями и с белыми листьями хакуры мишеки и вы ну хорош хорош перезимовала отлично и цветет друзья ну и цветут конечно герани сейчас в саду также у меня несколько сортов очень люблю герани и в данном случае сейчас перед вами сорт филипп в апеле красиво цветет но даже больше чем цветы мне нравятся его листья такие они сами по себе красивые резные и на ощупь как будто бархатные ну а если пройти по дорожке вперед то мы увидим как раз воздушные цветочки гехеры тоже абсолютно простой сорт гехеры зеленой листвой ничего такого примечательного но посмотрите какие у нее красивые воздушные соцветия на высоком цветоносе и кстати только во время съемки я заметила что здесь у меня начинает распускаться еще один сорт шалфия этот уже с розовыми цветками и он по цвету очень схож с цветками клематиса который здесь у меня растет неподалеку вот если я не ошибаюсь то по-моему этот сорт называется нью дэмшен роуз тоже подниму записи и наверное все таки в комментариях напишу вам все сорта шалфеев которые будут встречаться нам с вами по пути ну а здесь цветет герань гималайская ну вот очень красиво она смотрится рядом с пузыреплодником дьявола друзья я подстригла свои шаровидные тучки сорта даника и обязательно пролила их водой причем так хорошо они попили и и сегодня вечером собираюсь обработать их препаратом от болезни обига пик это необходимо делать с целью профилактики грибных заболеваний ну и совсем рядышком здесь появляется еще одно сочетание еще одна такая сладкая парочка растений это моя опять-таки любимейшая манжетка и луки сорт к сожалению не известен но я повторюсь мне даже порой не всегда интересно знать даже не то что интересно не всегда важно знать название сорта а главное знаете найти эту сладкую парочку в саду запомнить это сочетание и дальнейшем использовать в своем саду вот эта парочка точно будет теперь у меня всегда в саду и так луки и манжетка ну и как всегда хочу показать вам на ближнем плане головку этого лука посмотрите по сравнению с моей рукой он огромный и цветочки у него прям похожи на маленькие звездочки очень красивые луки я купила когда-то их давно в обе по моему конечно же я не записала сорт и дальнейшем вот этот лук начал размножаться у меня самосевом чему я в принципе была очень рада и видите сколько луков у меня насеялось и как они хорошо смотрятся с манжеткой незаслуженно обделила вниманием вот этот сорт аквилигии ну сорт конечно точно тоже неизвестен но посмотрите какой интересный когда-то в садку купила кстати она не очень хорошо размножается сумасевом вот это точно не про нее а жалко я была бы рада увидеть ее еще в своем саду друзья но еще один сорт герани в моем саду это самая обычная герань макс фрай в этом году кстати она каких-то сумасшедших размеров достигла смотрится сейчас вот таким симпатичным шариком цветет кстати неплохо размножается самосева чему я тоже очень рада вот такая красота ну что ж друзья осталось совсем чуть-чуть и начнут уже видео обзоры королевишны в саду розы конечно же ну а пока мы наслаждаемся цветением многолетников и цветением кустарников ну и клематисов конечно же еще ну и конечно мне хотелось бы узнать вашу точку зрения интересно вам будет смотреть видео обзоры в формате бродилок с названием конечно же всех растений наверное может быть отдельно можно будет побродить по разным зонам в саду чтобы вы смогли все подробно рассмотреть пишите в комментариях и если наберется большое количество желающих то конечно мы с вами устроим бродилки по разным зонам в саду и конечно же я еще покажу вам отдельно свой цветник непрерывного цветения мы с вами подробно рассмотрим все растения и конечно же начнутся видео обзоры роз ну и не забывайте еще о том что я все-таки близка уже к цели и скоро закончу новую зону в своем саду которую разрабатывала уже со знаниями ландшафтного дизайнера поэтому там все будет совершенно по-другому и честное слово мне кажется я вас удивлю и конечно не могу вам не показать вигелу розовую которая в этом году обильно цветет очень красивая очень единственное что не пахнет а так просто шикарное растение еще одна гейхера в моем саду смотрите какие у нее крупные цветоносы крупные соцветия и она абсолютно не паникает очень очень крепко стоять на ногах то что я ее очень ценю друзья но эта зона выглядит сейчас очень и очень спокойно здесь абсолютно спокойные зеленые краски радует манжетка радует злаки и я думаю что видео обзор этой зоны мы с вами разберем подробно когда здесь начнут цвести розы все друзья на этом наш прогулку с вами сегодня подходит к концу мне было приятно с вами гулять по саду пишите в комментариях что вам понравилось что вам не понравилось друзья еще к вам большая просьба если вы ставите дизлайк пишите в комментариях что конкретно вам не понравилось мне очень любопытно но все на этом я заканчиваю всем удачи всем новых садовых фантазий и всем пока пока